перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание там будет ссылка на регистрацию у брокеров bks с и обратите внимание что это лучший брокер в россии я работаю именно с ней и у вас не будет комиссии вообще не каких за покупку ценных бумаг по умолчанию после регистрации у вас будет 3 флистер абсолютно бесплатный комиссия будет только за продаж в ценных бумаг но если вы пассивные инвесторы не продаете бумаги то вообще никогда пить ничего не будете если вы трейдеры и торгуете то есть фиксируете свою прибыль в таком случае для вас бы определенный тариф за 300 рублей в месяц, там тоже минимальная комиссия на рынке. И в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей, вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса, за 5 минут подключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же за 0 рублей в месяц, комиссия 0% и абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант Сергей, он вам позвонит после регистрации, ну нужно будет подождать, потому что людей регистрируется много, а Сергей один через какое-то время позвонит, ну если вы хотите сразу с ним выйти на связь, то у вас будет чатик с ним в приложении мобильном, а также можете номер телефона в мобильном приложении увидеть и позвонить первые. Он поможет и портфель свой собрать инвестиционный бесплатно абсолютно и перенести активы от другого брокера и вообще любой ваш вопрос решит, поэтому регистрируйтесь по ссылке внизу у лучшего брокера. Видео будет большое, потому что тем для обсуждения крайне много. Я в прошлых подобных обзорах единственное, что обозревал это изменение в моем портфеле, а сейчас хочу объяснить и показать каждую свою позицию по какой причине я ее набрал, что я жду от конкретной компании, в том числе посмотрим на цену, в том числе посмотрим на фундаментал. Плюс базовые вещи по распределению капитала в портфеле и так далее. Напомню, что меня зовут Артем Первушин, вы на канале по инвестициям на российском фондовом рынке и это инвестиционный эксперимент, в рамках которого я по 20 тысяч рублей в неделю пополняю и иду к своей цели жизни на пассивный доход. Ну если быть точнее, то изначально цель я ставил 500 тысяч рублей дивидендами в месяц, этого в целом хватит на мои текущие расходы даже с запасом. Я это все дело отслеживаю. И вот так выглядит мой портфель на данный момент. Обратите внимание, что он вышел в плюс. Он был в минусе, причем недавно был в значительном минусе. Давайте я немного подвину страничку. И вот видно, что минус 73 тысячи он был в моменте. Это связано с тем, что российский фондовый рынок падал. Сейчас отскакивает от дна, на котором я в том числе акции покупал и выходит в плюс. На счете в БКС показан убыток за все время, потому что здесь только изменение цены акций, которые в портфеле находятся. Здесь не отражаются дивиденды. Но, понятное дело, что дивиденды были, и они входят в том числе в прибыль, которую я впоследствии реинвестировал, и акции продолжили падать. Но так или иначе, P&L на самом деле больше, и вот он с учетом дивидендов положительный. Но, забегая вперед, мне не важно, сколько стоят акции. Мне даже выгоднее, если они будут падать. Например, вот когда у меня был отрицательный P&L минус 73 тысячи рублей, я пополняю свои брокерские щетки и покупаю активы на дне. Соответственно, дивидендная доходность там выше, потому что если акция стоит 100 рублей и платит компания на акцию 10 рублей дивидендов в год, это 10% годовых. Отлично, я это одобряю, мне очень нравится, хорошая процентная доходность. Но если акция вдруг стоит 150 рублей, а фундаментально ничего не изменилось, только цены на рынке выросли, то, соответственно, дивидендная доходность будет уже меньше. Сколько это получается? 6,5% годовых. То есть, чем ниже стоят акции, чем ниже рынок оценивается, тем мне, как инвестору, долгосрочному и фундаментальному выгоднее. Также обратите внимание, что я последнее свое пополнение счета на 20 тысяч рублей никуда не проинвестировал. У меня вообще на счету находится 97 тысяч рублей, и обратите внимание, что я их ни во что не вкладываю, и так оно и должно быть по моему плану. Более того, следующее пополнение я должен оставить в кэше со следующего пополнения 8352 рубля. И только чуть меньше, чем 12 тысяч раскидать по акциям. Почему так? Потому что целевая доля кэша в портфеле 10%. Она динамическая. И когда рынок просел здесь, я большую часть доли кэша, всего кэша, который у меня был на балансе, я вложил в акции. Сейчас рынок отскочил, и целевая доля кэша у меня подросла. Она в моменте у меня, по-моему, опускалась до 6%. Ну и, соответственно, я, например, если она будет тут 6%, то должен буду я из этих 97 тысяч 33 тысяч вложить в акции. Вот она поднялась до 10%, потому что чем выше рынок, тем у меня больше денег должно быть в кэше. Таким образом, я остаюсь пассивным инвестором, который каждую неделю пополняет свои счеты, покупает акции, но в то же время я на хаях рынка акций покупаю меньше, на просадке покупаю больше. Такая обычная логика, обычное управление долей кэша на счету пассивного инвестора. Последнее пополнение своего счета, я ни во что не инвестировал. Давайте пойдем по портфелю, и сразу, что бросается в глаза, я сделал переоценку, можно сказать, ребалансировку своего портфеля акций, и вообще это нужно было мне сделать еще в начале года, но было не до того, и счет был достаточно маленький, сейчас он, как видите, уже составляет миллион рублей, более-менее солидная сумма, и я, наконец-то, сделал ребалансировку. С натяжкой, на самом деле, это можно назвать ребалансировкой, потому что во время ребалансировки я должен пересмотреть полностью свой портфель, какие-то компании добавить, какие-то компании убрать, ну и, соответственно, продать те акции, которые мне больше в портфеле не нужны, купить акции, которые нужны. Однако, обратите внимание, вот она, ребалансировка, тут достаточно много акций мне как будто бы нужно подскинуть, да, вот, например, Сберманг привилегированный. Мне по плану нужно 132 акции сейчас продать, у меня на счету 220 акций, ну и, соответственно, например, какой-нибудь Группа ЛСР, 70 акций нужно докупить. У меня вот всего лишь одна, чтобы она у меня в портфеле была, чтобы я не забыл, что эту компанию в портфель нужно добавить. По факту ее в портфеле-то и нету, потому что фактическая доля в портфеле 0,06%. Понятно, что нужно будет ее в портфеле набрать. То есть я что не сделал? Я не продал активы, которые у меня были по старому плану куплены, а сейчас должны они составлять меньшую долю в портфеле, чем фактически. Почему я этого не сделал? Потому что, а, портфель относительно небольшой. И если вы посмотрите вот сюда на эти зелененькие цифры денег, которыми нужно вложить в каждую конкретную компанию, по сути я это сделаю за пару-тройку месяцев своих пополнений. То есть для того, чтобы в норму портфель привезти, на самом деле мне не нужно обязательно сейчас акции продавать, потому что 20 тысяч рублей в неделю я так или иначе вкладываю и достаточно быстро отойду до целевого значения и без продажи. Во-вторых, это мне поможет сэкономить на комиссиях. БКС вообще же комиссии не берет за то, что я акции покупаю. Если я продам, придется комиссии платить. Следующий момент заключается в том, что если бы у меня портфель был, ну, например, 10 миллионов рублей, да, понятно, сколько мне пришлось бы в неделю пополнять свой счет, чтобы до целевого значения догнать эти компании. Миллион лет примерно бы на это потребовалось. Естественно, в таком случае мне необходимо было бы акции продать. Также я делал ребалансировку довольно долго, как я сказал, должен был в начале года, но тянул-тянул-тянул, потому что я автоматизировал этот процесс. И теперь, может быть, иногда буду подписчикам давать в Телеграм, например, кто подпишется, свои таблички или, может быть, мне даже иногда пишут, Артем, я куплю таблички, может, я дойду до того, чтобы их там за какие-то символические суммы продавать. Не знаю, посмотрим. Ну, главное, подпишитесь на Телеграм, чтобы не пропустить такие штуки. Ссылка, если что, внизу. Я автоматизировал процесс анализа фундаментала компаний, и это оказалось делать чуть сложнее, чем я ожидал, и поэтому долго тянул. Зато теперь целевая доля компаний в портфеле не на обум написана, а четко по формулам выстроена, исходя из финансовых потоков компаний. В частности, вот так выглядит отдельная табличка с анализом финансовых потоков каждой из компаний. И обратите внимание, что за 2024 год, конечно же, данных нет, потому что 2024 год все еще идет, и финансовый отчет по году будет только в 2025, но за последние 5 лет я данные переписал по выручке, прибыли, капиталу, по дивидендам. Выплачено это все в миллиардах рублей, здесь указано. Ну и, соответственно, по капитализации. Это все параметры, которые учитываются в моем инвестиционном портфеле. Более того, учитываются не только сами эти параметры, но их среднее значение, отношение среднего значения в этом году к прошлому, средний рост за прошедшие 5 лет среднего значения. Ну, в общем, тяжело достаточно объяснить, но динамика изменений этих финансовых показателей отношений друг с другом в том числе влияют. И немалую роль составляет стабильность выплат дивидендов, потому что все-таки портфель дивидендный, процент дивидендной доходности и далее, далее, далее. Достаточно много у меня всяких показателей, которые я здесь отслеживаю, оцениваю, и они так или иначе у меня в модели присутствуют. И в формуле это все дело подтягивается автоматически вот сюда, в целевую долю в портфеле. Это полностью теперь абстрагировано от любого человеческого фактора. То есть, если мне больше нравится логотип Сбербанка, чем Газпром, я его, значит, буду покупать больше. Нет, это все в прошлом, это все в стороне, никакого мыла перед глазами, когда ты смотришь финансовые отчеты, больше нет. Оно все автоматически считается по сухим цифрам. Ну, и обновлять я, естественно, это буду раз в год по годовым отчетам, раз в год буду, соответственно, делать и ребалансеров. Данные компании должны быть в моем портфеле все, потому что я ни одной компании из него не убирал. Ну, вот обратите внимание, что из новых, которые я в итоге добавил, это Fossagro, его раньше не было в моем портфеле, Power Rossetti, Rossetti Ural, группа LSR, Beluga, Sovconflot и Bank Sankt Petersburg. Этих компаний в портфеле у меня ранее не было, ну и кроме этого я, естественно, изменил целевую долю в портфеле во всех остальных компаниях. Я еще не думал насчет того, какие компании из портфеля вообще вычеркивать. Ну, вот, допустим, первым на вылет пошел бы Газпром, потому что его в портфеле практически быть и не должно. Ну, посмотрим. Посмотрим, какие компании я вычеркну в итоге. Пока что ничего не собирался продавать, поэтому я вычеркивать ничего отсюда не стану. Ну, единственное, Ростелеком и Ленэнерго я взял привилегированные акции вместо обычных, потому что дивиденды доходности по ним очевидно больше. И обратите внимание, как растут мои ожидаемые дивиденды в месяц. И независимо от волатильности цен на акции, мои ожидаемые дивиденды в месяц постоянно увеличиваются с каждой моей покупкой акций. Единственное, что бывают вот такие небольшие просадки, это когда я, вот две их в частности было, это когда я уточняю прогнозируемые дивиденды по компаниям на этот год. Я периодически это отсматриваю. И по промежуточным финансовым результатам определенной компании, тут иногда цифры меняются и чуть-чуть иногда корректируется данный график. Но, по сути, независимо от волатильности, я движусь к цели верными шагами. Да, вот обратите внимание, что покрытие расходов дивидендами особо не растет, но это потому что расходы в месяц я тут немножко, во-первых, и больше тратить начал в последнее время. Во-вторых, все-таки пересчитал формулу. Я взял средние расходы по году, они вот на данный момент составляют у меня, оказывается, 425 тысяч рублей. До этого я за конкретный месяц брал, поэтому, видите, скакал-то график достаточно сильно, потому что в какое-то месяце я поменьше потратил. Потом вот я начал считать именно по средним расходам за месяц, это 400 тысяч рублей. Сейчас этот график не будет скакать очень сильно, как это было в прошлом. Но это в целом и логично, потому что если я в этом месяце потратил 100 тысяч рублей, это же не значит, что я в каждом месяце в течение года в 100 тысяч потрачу. Так, у меня раньше тут показывал бы, что я покрываю свои расходы на 100%, если бы получал 100 тысяч рублей дивидендов в месяц. Но по факту все расходы я бы не покрывал, просто я покрыл бы расходы в этом конкретном месяце, а если бы потратил чуть больше, то не покрыл бы. Сейчас это будет считаться все корректно, грамотно, верно. Вот, и обратите внимание еще на столбик суммы дивидендов ежегодно. Я же портфель начал там по чуть-чуть собирать с 23-го года, там какие-то дивиденды были. В 24-м вот уже, как видите, побольше, при том, что год еще не подошел к концу, еще будут выплаты, еще будут выплаты. Вот, и давайте покажу теперь, что происходит вообще с рынком в целом. Это российский фондовый рынок, и он нащупал так или иначе дно. Обращаю внимание, что ставка Центробанка сейчас запредельно высокая. Чем она выше, тем дешевле стоят активы. Это банальная простая логика спроса и предложения. Если процентная ставка по депозитам, по, не знаю, там, облигациям, ну, по депозитам в первую очередь, все-таки, она привязана к ставке Центробанка, напомню, высокая. Зачем я буду покупать активы, рисковать своими деньгами, ведь активы могут и подешеветь, замораживать свои деньги в том числе, то есть снижать их ликвидность, а самый ликвидный актив это все-таки кэш. Зачем мне это нужно, если я могу держать деньги в кэше и получать свои 10, 15, 20 процентов годовых? Я просто не буду покупать акции, я просто не буду покупать квартиры, я просто не буду покупать биткоины, я буду держать деньги на банковском депозитее. Логично? Логично. Соответственно, спрос на акции уменьшается. Ну, в данном контексте, где мы говорим про акции, спрос на акции уменьшается. В ту же самую очередь повышается предложение, потому что если у меня акции были, зачем мне действительно рисковать всем счетам? У меня миллиард рублей, 10 миллиардов рублей, зачем мне всей суммой рисковать и в рынке находиться? Когда вот на депозите можно спокойно, относительно с меньшими рисками деньги хранить и еще и доходность там плюс-минус гарантированную получать, высокую. Ну, я, значит, на полпортфеля выйду и в кэше посижу там на этой самой доходности. Потом, может, рынок еще и упадет. Я же понимаю, что он упадет. Баланс спроса и предложения. Я же экономический факультет заканчивал, и я куплю потом еще и активы дешевле. Соответственно, понижается спрос, повышается предложение. Ну, это банальное базовое экономическое правило. Ниже процентная ставка от Центробанка, дороже стоят активы. Выше процентная ставка от Центробанка, дешевле стоят активы. Ну, понятно, да, то есть, чтобы понимать плюс-минус, как это работает, и запомнить легко. Если по вкладам вы получаете 20%, а по акциям, по инвестициям в широкий фондовый индекс дивидендных компаний вы получаете 2%, в таком случае вы не будете покупать акции, вы не будете покупать облигации с доходностью в 2%, пока цена, соответственно, не упадет до того уровня, где, покупая по этой цене, вы получаете сопоставимую доходность с банковским депозитом, например. Ну, соответственно, цена на акции падает, цена на облигации тоже падает, очевидно. Цена на недвижимость так или иначе от этого зависит в том числе. То есть, в момент, когда и если ставка Центробанка опустится, это все дело стрельнет. Я об этом, на самом деле, подробное видео записывал, может быть, еще неоднократно запишу, с более детальным разбором и примерами, если вы хотите, конечно, напишите об этом в комментарии. Так вот, ставка Центробанка высокая, активы упали, и давайте пойдем по порядку. Вот, например, акции Сбербанка, то есть, это компания, которая в портфеле у меня находится. Сбербанк упал не сильно до 2022 года, видно, что он отскакивает. Это чисто с точки зрения цен, давайте посмотрим. Роснефть тоже упал относительно не сильно на Ватэк. Вот, например, на дне находится 2022 года. Газпром, понятное дело, там проблемы с чистой прибылью, из-за повышенного налогообложения. Да, ну, он вообще обновил дно, находится на отметке 2017 года. Лукойл хорошо держится, стоит. Газпром нефть тоже превосходно себя чувствует. Даже ХАИ обновляла недавно. Дальше Норильский никель обновил дно 2022 года. Татнефть привилегированные акции очень хорошо держатся. Тут вообще с точки зрения тех анализов, кто трейдингом занимается, просто превосходная картина. Превосходная отработка паттернов, трендов, разворотов, головы, плечи и так далее. Но об этом не будем, у нас все-таки канал не по трейдингу. А, к слову, кто не знает, я занимаюсь трейдингом на рынке криптовалют. Вот, на фондовом рынке я не торгую, я занимаюсь только пассивными инвестициями. А дальше вот Интеррау, просто в боковичке стоит, ничего интересного не происходит. Черкизово в четком восходящем трейдже. Компания развивается, фундаментал растет. Мать-дитя недавно передислоцировалась в Россию, редмицелляция происходила. И вот, кстати, на этом фоне вот такая повышенная волатильность наблюдалась. Ну, стоит там достаточно неплохо, так скажем. Дальше, Россети, Центр и Приволжье. Чувствую себя просто превосходно. Россети, Центр, например, наоборот, обвалился. Акции Московской биржи одна из самых сильных компаний, как видим, на рынке. Почти не обвалилась. Вообще, недавно исторические максимумы были. Ростелеком же на месте стоит. Ленэнерго стоит в боковике в зоне исторического максимума. Ну, вот, кстати, я когда говорю исторического, на самом деле, надо еще проверять, что было в прошлом. Некоторые компании, они когда-то дорого стоили. Потом по разным причинам могут и опуститься. Сейчас, может, они будут на ХАЕ, но когда-то даже могли стоить дороже. Например, тот же Газпром. Обратите внимание, что на самом-то деле сейчас стоит... Ну, ровно столько же, сколько в 2008 году был, например. Ну, там, понятно, финансовый кризис. Давайте пойдем по порядку дальше. ФосАгро скорректировалось с максимума, но чувствует себя тоже достаточно хорошо. Россети, Московский регион. Это вот, кстати, уже начиная с ФосАгро, это компания, которую я добавил в портфель недавно. Ну, здесь просто повышенная волатильность и неплохо там лои повышаются. На MRKU, это Россети Урал. Коррекция с ХАЕ произошла. Ну, тут в целом и ХАЕ был совсем краткосрочный. ЛСР группа. Огромная волатильность. Стоит в боковике, ничего особо не происходит. Вот одна из лучших, на самом деле, компаний, которые я посмотрел с точки зрения фундаментала, это Белуга. Вот этот обвал происходил. Страшно выглядит, да? Ну, на самом деле, ничего страшного и сверхъестественного не произошло. Просто произошло дробление акций и, ну, сколько там, могу сейчас ошибиться, но, по-моему, то ли в 8, то ли в 9 раз увеличилось количество акций. То есть, если у вас была одна акция, стало их то ли в 8, то ли в 9. Но, судя по этому падению, судя по этому падению, наверное, в 8 или в 9. Ну, там небольшая волатильность еще была. Могу ошибиться. Сейчас точную я информацию не скажу. Нужно ее проверять. Но, по сути, этого падения не было. Просто у вас вот здесь была одна акция, а здесь стало в 8 или в 9. То есть, вы не почувствовали никакого финансового результата от этого движения. А с точки зрения фундаментала, там просто все превосходно. По фундаменталу тоже сейчас пройдемся. По моей табличке как раз-таки. Совком флот просто в нисходящем тренде. Вот максимум корректируется. К слову, коррекция там. Я не показываю проценты, да, но существенные так или иначе. Банк Савкетербург тоже одна из лучших компаний по фундаменталу, которую я нашел. Она вообще на историческом максимуме. Обратите внимание. Ну, и, собственно, все. У меня тут еще ВКонтакте стоит для анализа. Ну, это только потому, что давние мои подписчики, особенно кто на Инстаграм или Телеграм подписан, знают, что я сильно с 2022 года застрял в акциях ВКонтакте, так как покупал их на лондонской бирже через Interactive Brokers. С лондонской биржи был делистинг. Ну, в общем, сложная тема, которую я сегодня обсуждать не буду. Если что, подписывайтесь на другие соцсети. Там контента больше на разные темы. И про это я тоже в том числе рассказывал. К слову, я думаю, что скоро в Россию поеду подавать документы на конвертацию принудительную моих депозитарных расписок, застрявших в Европе, в акции компаний ВКонтакте. Ну, посмотрим, как это пройдет. Следите за каналом, подписывайтесь. Вот. Ну, может, кто тоже... У кого тоже деньги застряли, у кого тоже акции застряли в ВКонтакте на Interactive Brokers, можете тоже этой штукой воспользоваться, погуглите, каким образом сделать принудительную конвертацию. Я буду пытаться это делать. Вот уже, на самом деле, по-моему, с 25-го числа сентября они принимают заявки. Могу ошибиться, сейчас тоже нужно информацию уточнить. Ну, вроде как, уже это сделать можно. И, скорее всего, когда вы это видео увидите, уже точно это можно будет сделать. И давайте посмотрим, наверное, не на абсолютные показатели, а на, ну, допустим, прибыль, да, на изменение прибыли. Вот видите, тут год к году я считаю изменение прибыли и, ну, соответственно, среднее значение. Ну, вот формула, вы тоже видите, каким образом это считается. Давайте максимальное значение найдем. Больше всего и лучше всего растет прибыль у Белуги. Ну, давайте вернемся к абсолютным значениям. Это все в миллиардах рублей, напоминаю. За счет низкой базы, да, понятно, туда-сюда, но, тем не менее, прибыль выросла заметно, значительно, существенно, да, она в 2023 году чуть-чуть сократилась, но я считаю, что долгосрочный инвестор должен смотреть не на показатели последнего финансового года, а показатели деятельности компаний в целом на дистанции. Они так или иначе раскрываются именно на дистанции. На год вперед в целом предсказать практически ничего невозможно, но видно, что если бизнес из года в год показывает отличные результаты, то можно смело предположить, что в будущем результаты тоже будут хорошие. Если же у нас какой-нибудь условный Газпром показывает в один год хорошую прибыль, в другой год около нулевую хорошую, потом снижение в половину, в 2023 году особо и не удивляйтесь. К слову, если у компании есть убыток хотя бы в одном из периодов, это тоже красный флажок, снижает долю компании в портфеле. Вот, к слову, поэтому в том числе Газпрому у меня особо-то быть и не должно. Идем дальше. Давайте посмотрим по прибыли, что тут есть еще из хорошего. Фосагра очень хорошо наращивала прибыль. И вот обратите внимание, Банк Санкт-Петербург, он даже на втором месте после Белуги. И если не брать компании, которые я недавно в портфель добавил, посмотреть, что хорошо, допустим, прибыль наращивала в средние темпы. Да, я беру еще раз за последние 5 лет. Хорошо, мать и дитя, мать и дитя развивалась. То есть, обратите внимание, что именно мать и дитя показывают хорошие результаты с точки зрения price action, с точки зрения теханализа. Хорошо восстановилась, была вообще на хайе, на максимуме. Ну, тут вот высокая волатильность, вреда ментиляции. И, к слову, она недавно даже дивиденды выплатила. Так, давайте вернемся, где моя табличка. И, ну, вот, например, еще московская биржа. Да, вот обратите внимание, тоже относительно неплохо росла там в среднем в год. И тут скорее даже по, давайте, выручке посмотрим. Кстати, ничего особо выдающегося, но выручка, например, по компаниям Белуги или Банк Санкт-Петербурга не сильно больше росла, чем в московской бирже. Вообще, московская биржа, она с большим достаточно показателем price to earnings. Давайте вот мультипликаторы посмотрим, да, московская биржа. Вот она price to earnings. Видите, показатель достаточно большой, 7. Ну, у того же, например, Банк Санкт-Петербурга, это показатель 2. То есть это стоимость компании, деленная на годовую прибыль. То есть московская биржа, она оценена как перспективный развивающийся бизнес, как, не знаю, как IT-сектор, например, в Америке. Ну, понятно, что я не про абсолютное значение говорю, да, IT-сектор в Америке там в десятках единиц измеряется, этот показатель тут 7, но для российского рынка 7 это много, это очень много. 2.36, 2.36. Ну, кстати, Банк Санкт-Петербург с этой точки зрения самый недооцененный. Ну, я в том числе все вот эти показатели учитываю в итоговой формуле расчета. Можете поставить на самом деле на паузу, если вас какой-то конкретный бизнес интересует, можете посмотреть, что у меня здесь записано. Ну, и, к слову, каким образом я анализирую, стоит компания в портфель добавить или не стоит, я вот дополнительно еще такую страничку создал, куда вбиваю финансовые данные финансового показателя определенной компании. Сравнивается это все дело с моим портфелем. Ну, и, соответственно, если показатели у компании лучше, чем в среднее по моему портфелю, я ее в целом добавляю. По логике вещей, по плану, я должен худшие компании с худшими финансовыми показателями из портфеля убирать, но, как я сказал, я этого не делаю по причине того, что счет у меня относительно небольшой. И пока что это не требуется. Думаю, что уже со следующей ребалансировкой я уберу худшие компании с портфеля. Пока что просто те компании, которые должны составлять небольшую долю в моем счету, я просто их не буду покупать. Ну, вот в частности, да, давайте про тот же «Газпром» сделаю акцент. Он должен быть в портфеле на 0,65%. Сейчас он на 4,5% у меня в портфеле присутствует. Ну, и, по сути, я буду счет пополнять, 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 докупать компании, которые должны быть на моем счету на больший процент, чем есть по факту. Ну, «Газпром» тот же самый. Я очень долго докупать не буду. Ну, и рано или поздно он придет к этому значению. Что могу сказать важного? Инвестировать нужно регулярно, постоянно, всегда. Я немножко из фокуса пропал, решил подбинуться вроде как фокус, сконцентрировался. Инвестировать нужно постоянно, регулярно, несмотря ни на рост акций компании, ни на падение стоимости. Нужно просто двигаться к своей цели. И цель жить на пассивный доход от дивидендов. К слову, про дивидендную доходность. Сейчас она у меня составляет 10,5% годовых. Это мало кто-то скажет с точки зрения банковских депозитов. Но вы учитывайте, что если все население России держит свои деньги на банковском депозите под высокие проценты, подержит год, два, три, ну, весь период, пока процентные ставки будут высокими, очевидно, люди получат высокую доходность и деньги потом пойдут тратить. Трата денег спровоцирует повышенный спрос. Повышенный спрос – это инфляция, это увеличение цен. Увеличение цен, повышенная инфляция сказывается на выручке, на прибыли бизнеса. Соответственно, дивиденды бизнеса тоже будут увеличены. Более того, сначала растет выручка, прибыль компании, потом вы видите показатель инфляции. Ой, как же это все у нас сильно дорожает. Потому что по факту сначала по чуть-чуть постепенно бизнес поднимает цены на свои товары, услуги, получает, соответственно, повышенный доход. Ну, потом уже по чуть-чуть постепенно вы начинаете это чувствовать на себе. И все деньги, которые получены, будут от банковских депозитов, они так или иначе повлияют на инфляцию. По сути, банковский депозит, все, что делает, он спасает деньги от инфляции. Если у вас деньги лежат не на процентах, не под процентами на вкладе, а просто под подушкой, они сгорят. Депозит спасет от инфляции. Цель по инфляции низкая у центра банка. Если получится снизить, не получится снизить, это уже другой вопрос. Но дело в том, что практически гарантированно на процент, который люди сейчас получают по вкладам, примерно настолько будет инфляция. И она достаточно велика. Она сейчас немножко отложена. И чем дольше и больше будут процентные ставки по вкладам, тем на дольше срок отложится и размажется эта инфляция. Но она по сути неизбежна, потому что люди так или иначе пойдут тратить свои деньги. И к чему это я? Я к тому, что цены на акции, на процент инфляции вырастут как минимум. Потому что если компания зарабатывала 100 рублей, стала зарабатывать 120 рублей, потому что 20% была инфляция. Мультипликатор price-to-earnings был 2, соответственно цена на акцию была 200 рублей. И он, допустим, 2 и останется. То цена на акцию станет 240 рублей, что как раз перекрывает всю инфляцию. Дивиденды это то, что вы получаете сверх инфляции. Вот это очень важно понимать. Не нужно сравнивать, вот тут я дивиденды получаю, а там я получаю в 2 раза больше или в 1,5 раза больше. Это не так сравнивается. Вы, когда деньги на депозите держите, вы получаете только проценты. Ваше изначальное тело не растет. Ну, точнее, тело-то как раз таки растет вашего депозита, да. Но никакого дополнительного дохода нет. Вы в акции деньги вложили, у вас растет тело, стоимость ваших акций на дистанции, на процент инфляции как минимум. Да, вы можете в говно вложиться в какое-то, и компания обанкротится, обесценится. Это там уже вопрос про риски, про диверсификацию, про анализ и так далее. И так далее, это уже много достаточно тем для разговоров. Если предположить, что вы вложили деньги в портфель на фондовой бирже, который диверсифицирован, который так или иначе проанализирован, а не просто наугад вы купили какие-то компании, вы купили лучшие компании на рынке, которые отвечают вашим задачам. Дивиденды, допустим, высокие. Получайте жить на пассивный доход. Так вы и получите соответствующий результат. У вас деньги сохранятся от инфляции, и сверху вы получаете дивиденды. В общем, надеюсь, вы поняли, о чем я пытался вам рассказать. Подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на мои другие социальные сети Instagram, Telegram по ссылкам внизу. Там контента больше. И на другие темы, в том числе, кому там, допустим, интересен трейдинг криптой. Я там этим делюсь в том числе. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok